Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в продаже появился наборчик, который в большинстве своем будут рассматривать как способ доната. Там Валентин второй и к нему еще всякая требедуха насыпана. И больше чем уверен, что найдется крайне мало игроков, которые будут рассматривать данный набор именно как возможность приобрести себе коллекционную четверку. Но так или иначе попытаюсь удовлетворить потребность в информации и тех и других. Что касается ценника, у меня ценник в стиме 5 баксов, у вас цена может отличаться. Что касается набора, то здесь у нас Валентин второй, у нас 7 дней према, у нас камо, который можно одеть не только на Валентина и он соответственно подходит на любые другие машины. Что касается Х5, то опять-таки на Валентина и я не могу сказать, что это круто, классно, интересно. Короче, там особо свой элитный опыт экипажа-то и не прокачаете, уж тем более на данной машине. Что касается бустеров, да окей, все классно. Что касается вот этих вот 50 бустеров на голду, то если вы будете играть на десятках с проигрышами, победами 50 на 50, то есть ваша успешность будет 50%, то вы будете получать по 15 голды в среднем за каждый бустер. Итого получается 750 голдовых за вот эти вот бустерочки, то есть как вы сможете их обналичить. Плюс слот в ангаре, который стоит 250 голды, ну и открытое все оборудование, хотя для 4 уровня я не считаю, что оно там прям каких-то денег стоит, его можно вполне спокойно за серебро открыть и вы этого практически не заметите. 750 золота, да плюс давайте посчитаем 250 сэкономленных на слоте в ангаре, если будете продавать данную машину, того получается косарь. Ну и что касается самого Валентайна второго, то его вы сможете продать за 1500 голды, того получается 2500 золота и 2 дня према, плюс бустеры на всякого рода дополнительный фарм, не считая бустеров на золото, потому что их мы уже посчитали. Я бы не сказал, что 5 долларов стоит данный набор именно в виде фарма голды, а точнее в виде перевода этой машины в золотые монеты. Поэтому, ребят, выгодно-невыгодно здесь уже смотрите самостоятельно, мое дело озвучить цены и приблизительную калькуляцию. Теперь дальше видео пойдет для тех ребят, которые рассматривают все-таки Валентайна второго, именно как приобретение в ангар для коллекции, а возможно пофанится на 4 уровнях. У нас, кстати, на уровне есть еще один Валентайный, когда я увидел, что выставили на продажу, меня что-то там перемкнуло, я подумал, что выставили на продажу вот эту машину. Ее, кстати, можно продать всего лишь за 100 голды, поэтому я очень удивился ценнику, но потом все-таки понял, что речь идет про обычного Валентайна советского, ну и, можно сказать, успокоился. Для того, чтобы выкатить машину из ангара и для того, чтобы ее попытаться плюс-минус нормально заценить, я сейчас перекинусь на Wargaming Game Center, потому что Steam у меня во время игры просто безумно притормаживает. Ну и там с вами продолжим. Ну что ж, друзья, давайте будем продолжать дальше обсуждать Валентайна второго, но уже не как предмет для продажи, а как машину в коллекцию, либо на поиграть. Особо ничего удивительного, великолепного в этой машине нет. Просто коллекционка 4 уровня, да, у нее есть довольно неплохое время перезарядки, я бы сказал, что практически пулемет, 3 секунды. И ДПМ для своего уровня тоже вполне себе приемлемый, 1267, разброс нормальный, абсолютно великолепное время сведения, но на песочных левелах оно у всех вот такое. И что касается бронепробития среднего урона, тоже вполне себе все нормально. Короче, ничем не примечательное, но и в то же время далеко не самое унылое, что можно себе придумать. Угол слонения орудия хороший вниз, минус 10, что позволяет очень комфортно отыгрывать на всякого рода неровностях. Ну что, давайте попытаемся заехать в бой и попытаемся машинку заценить. Ну что, поехали, попробуем покататься. По подвижности далеко не самая лучшая машина, честно говоря, подвижность, я бы сказал, не то, что оставляет желать лучшего, а прям требует, требует, чтобы ее апнули. Ну, понятное дело, что разработчики этим заниматься не будут. Зачем им песочные уровни? Тогда, когда есть всем интересные и популярные восьмые, девятые, десятые левелы, куда все больше и больше добавляется новых машин. Ну и что касается ребаланса, то, как вы видели, все правки коснулись только верхушки. Верхушки айсберга, все, что находится внизу, ниже ватерлинии, это давно уже позабыто, позаброшено. На горку еле поднимаемся, очень туго, очень уныло и, честно говоря, машина, ну, прям совсем не подразумевает какого-то веселого и крутого геймплея. Да, скорострельная, да, точная, да, для своего уровня вполне себе пробивная, но на этом, в принципе, все. Все. Многие игроки знают и многие зрители моего канала знают по поводу моей безудержной любви к песочным танкам и моему желанию вернуть эти машины в нормальный обиход, просто-таки границ нет. Но про эту машину скажу откровенно. Ничего прям супер чего-то уникального, выдающегося, нестандартного в этой машине нет. Да, это четверка, да, коллекционка. Все. Дальше история заканчивается. Ну, можно еще сказать, что Валентина этого, допустим, очень часто к 14 февраля или к 8 марта выкидывают либо на продажу, либо в какой-нибудь ивент, ну и, в принципе, все. Ну что, давайте попытаемся чего-нибудь там сделать, пострелять. Не очень удачно, не в мою пользу однозначно. Так, поехали. Ой, как я получаю. Прям совсем, прям совсем наглею, получаю. Брони, понятное дело, нет, танковать нечем, да и, в принципе, на этих уровнях, как правило, все друг друга пробивают и особо там тактикой никто-никто не пользуется. Да и какая тут может быть тактика? Просто раскидываешь в тебя, ты и, в принципе, все, что здесь происходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну все, сейчас он меня отправит отдыхать. Обиденько, конечно. А, еще и комбашню пропустил. Ну вот такой он, короче говоря, Валентайн. Пробивают его абсолютно спокойно. Ничего прям удивительного в этом нет. Он действительно полностью картонен со всех сторон. Да и, в принципе, больше, наверное, рассказывать об этой машине нечего. Ну что, выходим из боя. Давайте будем подбивать итоги. Что могу сказать, забегая наперед? Не будем даже смотреть на результаты боя. Данная машина не относится, в моем понимании, к какой-то ценности по одной простой причине. Потому что она появляется на продаже постоянно. Поэтому, если вы коллекционер, то навряд ли она должна, в первую очередь, на вас произвести какое-то там впечатление. И заинтересовать вас к приобретению. Если говорить о фановости, то эта машина, опять-таки, не дает какого-то там крутого фана. Не дает какого-то, не знаю, огромного количества позитивных эмоций. Хотя бы исходя из того, что она по карте очень уныло передвигается. И можно было бы сказать, что окей, хорошо, пусть себе уныло передвигается. Если бы хотя бы у нее там альфа, допустим, какая-то была уникальная. Тогда вопросов нет. Ну а так, честно говоря, на меня лично не производит абсолютно никакого впечатления. А покупать ее ради того, чтобы перевести в голду, тоже удовольствие такое себе. Потому что, если деньги у вас есть, то, по-моему, проще дождаться какую-нибудь копилку, которую вы набьете до краев и, соответственно, заберете. Или, в конце концов, купите себе особый пропуск. И с особого пропуска в батл пассе, поверьте, голды вы соберете гораздо больше. Так, смотрим ролик. Великолепно. Да, придется выполнять какие-то задачи и так далее. Но вы берете отсюда и дни према. Пускай, может, даже там я особо не считал, может быть, не 7 дней према вы отсюда заберете. Но тройку-другую дней према вы отсюда однозначно получаете. Плюс к тому, вы получаете иксы, вы получаете бустеры, вы получаете серебро. Короче говоря, если говорить о выгодности предложений, то лучше покупайте себе особый пропуск, нежели покупайте себе набор с Валентайном. Вот такой вот мой вердикт. Если вы за честность автора, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что нам с вами однозначно по пути. И помните, на этом канале я никогда никому не посоветую чего-либо, что может потенциально его расстроить. Ну, просто потому что я знаю цену каждой голдовой монети, которая есть в моей копилке. Я их собираю просмотрами видео, выполняю боевые задачи и так далее. Поэтому, друзья мои, и вам плохого никогда не посоветую. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.